Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал о Маркетс, где каждый день мы постим большое количество аналитического контента. Прошу прощения за свое отсутствие в последние два торговых дня, но, собственно, без информации вас не оставили, поэтому очень надеюсь на то, что никаких фундаментальных пробелов не образовалось, потому что информация, которая вам давалась в соответствии, опять же, с нашими прошлыми прогнозами, должна была сохранить общее представление о том, что сейчас на финансовых рынках происходит. Ну что, сегодня у нас не просто насыщенный день, пожалуй, сегодня важнейшая торговая сессия последних не только недель, а, возможно, даже месяцев, потому что сегодня заседание американского регулятора, к которому мы готовились очень и очень давно, потому что ждали, что ФРС повысит процентную ставку на 50 байсных пунктов. До, фактически, решения процентной ставки остается несколько часов, на рынках будет жарко, волатильность будет зашкаливать, поэтому бывают такие дни, как сегодняшние, когда остается просто откинуться на кресле и смотреть за тем, как рынок сделает свое дело. Как правило, когда на площадках ожидается столь значимое фундаментальное событие, какие-либо прогнозы, они не имеют особого значения, потому что рынок, опять же, точно уже спланировал, куда ему нужно пойти, друзья, и остается только надеяться на то, что это потенциальное движение совпадет с тем прогнозом, который мы с вами транслировали, разделяли, обозначали на протяжении многих недель подряд. Это, конечно же, тенденция и прогноз на укрепление курса американского доллара. Мы, в частности, следим за индексом американской валюты. И ставка на соответствующее ослабление отдельных рисковых активов. В принципе, мы видим, как все эти идеи сейчас отрабатываются. Сразу хочу сказать, друзья, прежде чем мы перейдем к разбору фундаментальных событий. Если вы прислушивались к моим рекомендациям ранее и уже хорошо заработали на том же самом росте индекса доллара, на снижение курса европейской валюты, возможно, будет не лишним сегодня, как говорят трейдеры, просто понаблюдать за развитием событий со стороны и посидеть на заборе. Если же вы все-таки разделяете, скажем, практику трейдеров, которых можно характеризовать как спекулянты, то тогда в сегодняшний день это еще одна торговая сессия, когда стоит рисковать. Потому что если действительно рынок пойдет в том направлении, которое нужно покупателям доллара, то сегодня индексу доллара ничего не стоит сделать еще несколько процентов восходящего от движения. Ну и, соответственно, такой же потенциал для слабости евро, фунта, австралиец, новозеландца и так далее. Если, соответственно, вы уже определились, как действовать, тогда давайте вкратце именно что сегодня ждем. По поводу заседания американского регулятора. Ставка будет повышена на 50 байсных пунктов. Это вероятность 99,9 процентов. Собственно, так оценивают ее те эксперты, которые, в принципе, закладывают свои ожидания в инструменты, семье, фидботча. Именно того, насколько процентная ставка будет повышена, фьючерс по процентной ставке. Помимо этого, я ожидаю, что американский регулятор анонсирует начало сокращения баланса и так называемую программу количественного ужесточения. На основании того, что ранее мы слышали от представителя американского регулятора, допускают, что на первом этапе, когда начнет действовать эта программа, скорее всего, с июня, общее сокращение баланса будет находиться в диапазоне от 25 до 35 миллиардов долларов. Но практически уверен в том, что уже где-то к сентябрю объемы программы количественного ужесточения могут вырасти до 90 или даже на 100 миллиардов долларов. Решение по ужесточению монетарной политики, оно вынужденное, необходимое, потому что американскому регулятору нужно остановить рост цен, индекс потребительских цен, как вы помните, инфляция коснулась максимального значения за 40 лет, и предотвратить перегрев экономики. Потому что нужно повлиять на потребителей, на потребительскую активность, потому что высокие показатели розницы сейчас являются одними из самых основных показателей, драйверов, скажем так, роста цен, которые мы уже фиксируем. Поэтому ужесточение монетарной политики неизбежный шаг, который, я надеюсь, еще сможет поспособствовать росту индекса американского доллара. По поводу пресс-конференции, которая состоится буквально через полчаса после этого, напомню, что ставка в 21.00 по московскому времени, в 21.30 пресс-конференция. Вот здесь уже, конечно же, все внимание будет уделено темпам повышения процентной ставки в последующие периоды. И еще очень большое значение будет играть и иметь уровень нейтральности ставок по мнению американского регулятора. Потому что очень много точек зрения, которые сильно разнятся. Если вы вспомните, друзья, на одном из последних брифингов я делал отсылку на Deutsche Bank, которые обозначили именно уровень нейтральности процентной ставки на отметке 6%, а сейчас ставка в США на 0,5%. Сити, Goldman Sachs, Bank of America также у них варьируют ожидания, но в целом они находятся в диапазоне от 3,7% до 4,5%. Ну тоже, соответственно, сравнивая с текущим уровнем процентной ставки, понимаем, что есть куда расти. Я настроен на то, что в конечном счете мы получим еще более уверенный тренд от восходящего движения по доллару, но прекрасно понимаю, что рынок не работает так, что начинается движение, оно идет без отката. Поэтому я в начале своего брифинга призвал вас, друзья, к тому, чтобы все-таки сейчас смириться с тем фактом, что всех денег заработать невозможно, и, возможно, стоит пофикситься и перезайти в сделки после. Если же вы все-таки уверены в том, что рост продолжится и разделяете точку зрения аналогичную на моей, соответственно, вам не нужно сейчас сметаться, вам нужно ждать индекса доллара на более высоких ценовых значениях. Но я практически уверен, друзья, что насколько бы мы не были уверены в укреплении курса американского доллара в перспективе, скажем, нескольких ближайших месяцев, после заседания американского регулятора априори может последовать определенная коррекция. Но об этом мы поговорим, собственно, завтра. По другим финансовым активам рынок нефти 106 долларов за баррель. Рынок нефти – это конфликт интересов сейчас покупателей-продавцов, два противооборствующих фундаментальных фона. Это Китай, локдаун, ограничения, опасения за перспективы роста китайской экономики, опасения за спрос. Это негативный фактор для цен на нефть. В частности, эти опасения усилились после выхода последнего отчета по промышленному производству. Снижение было зафиксировано второй месяц подряд. Причем в этот раз промсектор Китая просил до минимальных значений с начала вообще пандемии, с начала 2020 года. Еще один месяц будет рецессия. А как показывает опыт, в случае рецессии промышленного сектора, экономика теряет от 1 до 2% экономического роста. Не очень хочется, конечно же, уходить в такие печальные цифры, но есть то, что есть. И фактор, который нейтрализует вот этот негативный фонд для рынка нефти, то, что сейчас на руку покупателям. Это потенциальный эмбарго на поставки российских энергоносителей, решение страны Европейского Союза, которое может быть принято чуть ли не в ближайшие часы. В частности, подробности по новому пакету финансово-экономических санкций могут быть озвучены до конца сегодняшней торговой сессии. Ранее уже страны ЕС, которые выступали против эмбарго, все-таки приняли решение примкнуть к общей солидарной позиции других стран ФС, отозвать свои возражения и снятие потенциального ветра. Это в основном касается Германии. Дело остается только за малым. Для страны ЕС это набраться смелости и решительности и объявить об этих мерах. А мы же с вами, друзья, в связи с этим ждем самый настоящий кризис предложения, шоковый сценарий, когда все осознают, что Россия это все-таки почти 5 миллионов баррелей нефти, нефтепродуктов. Львиная часть этого объема идет в Европу. И мировой рынок в моменте останется без этих объемов поставок, что, соответственно, еще больше усилит перекос между спросом и предложением. Я буду стараться поймать вот этот вот перекос с нахождением в верном направлении рынка. В частности, буду ждать бренд, как ранее отмечался, на отметке 115-120 долларов за баррель. Что касается европейской валюты, 1.05. Очень мне понравилась формулировка от Bloomberg, что европейская валюта против доллара сейчас флиртует на отметке 1.05. Это так, все ждут какой-то дополнительный фундаментальный триггер. Я допускаю, что этим триггером может стать уже признанный факт рецессии экономики валютного блока. А вероятность и скорость, темп, с которой экономика валютного блока окажется вот в этом экономическом спаде, зависит как раз от того, как быстро будет принято решение о новом пакете санкций и энергетическом эмбарго. Потому что высокие цены на нефть усилят рост индекса потребительских цен, который ударит по потребительским предпочтениям, по потребительской способности, по потребительской активности стран валютного блока. И тоже станет причиной стекляционных рисков, которые реализуются. Поэтому я в отношении евро, сторонник того, что уровни пониже мы еще увидим, друзья, и допускаю, что уже в рамках текущей торговой сессии на факте роста волатильности планка 1.0.4 реально может быть протестирована. Американский фондовый рынок все ближе к нашей цели. 4.173 пункта по S&P, цель 4.100 пунктов. Биткоин снижается 37.990 долларов. Учитывая, что биткоин коррелирует с американским фондовым рынком, я также жду здесь снижение до отметки 35 тысяч и впоследствии 30 тысяч ровно. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Всем пока.